На часах 13.05 на календаре будний день все сошлось. Вы смотрите программу универсальный формат студии Юлия Север. Что ж, сегодня поговорим о йоге. Йога, ну, собственно говоря, для многих это смысл жизни, для многих это часть жизни. Для меня, к примеру, я думаю, есть такие. Это еще совсем незнакомое слово. Слово-то знакомое, а вот понятия и упражнения для меня пока еще незнакомы. Вот сегодня будем опознавать, что же такое йога, что же такое йога в Самаре именно. Здравствуйте, друзья. Да, правильно распределила. Здравствуйте. Что ж, ну, сегодня немножечко поспорим, поговорим, вообще подумаем о таком интересном понятии, как йога, о таком интересном. Что это, кстати? Как можно обозначить? Физкультура, фитнес, образ жизни. Ну, на самом деле, йога – это достаточно древняя традиция, которая пришла к нам из глубины веков, скажем так. Это определенный метод. Метод психофизического самосовершенствования человека, который всегда существовал для решения каких-то определенных целей и задач. Ну, и, соответственно, на протяжении длительного времени этот метод совершенствовался, как-то видоизменялся, потому что, ну, где-то только по датированным источникам порядка двух тысяч лет. Ну, а по факту, я думаю, и больше. И, соответственно, он добрался до нас. Ну, вот сейчас мы им также пользуемся и решаем большой спектр задач. Ну, конечно же, кто-то может к этому относиться, как к спорту и к фитнесу. Для кого-то это психологическая практика, для кого-то это практика улучшения качества жизни, а для кого-то это и духовная практика. Инструментарий очень обширный, очень большой, и все зависит, на самом деле, от мастера, который эту практику преподает своим занимающимся. Хорошо. Ладно. Что ж, давайте перейдем с вами к такой теме. Не так давно в Самаре, да не только в Самаре, да, прошел День Йоги. Что это такое, как говорится, с чем его едят вообще, как родилась история этого дня, этого праздника? Расскажите, пожалуйста. Ух, на самом деле, это действительно событие, я должен сказать, международного масштаба, потому что это действительно Международный День Йоги. Это не так, что вот собрались йоги и решили, давайте вот... Пять человек из Самары, да, решили собраться. Дело в том, что инициатива этого Дня Йоги, она была представлена на Ассамблее ООН, и, собственно, ее представлял Нариндер Моди, это премьер Индии, который сам занимается практикой йоги, и он, собственно, занимался вместе со всеми, когда этот День Йоги проводили в Индии. То есть у них было самое, наверное, большое количество народу индусов. Ну, что неудивительно. Да, что неудивительно. И он, соответственно, можно сказать, был во главе этой практики. То есть он выступил с этой инициативой, и, кстати, было, по-моему, беспрецедентное количество поддержавших на Ассамблее ООН, то есть практически все. Ну, кстати, я посмотрела то, что поддержали 177 наций. Да, это очень много. Это рекорд в истории ООН, кстати, между прочим. Это очень много, и наша страна, соответственно, его тоже поддержала, и вот в этом году, это, соответственно, было в том году, это ассамблея, и в этом году этот день, ну, собственно, начали организовывать. Причем, кстати, Россия одна из немногих стран, где отмечали День Йоги не только в столице, но и в других городах. По-моему, там чуть ли не там две или три страны только вот так масштабно его отмечали. И, соответственно, в Самаре тоже приняла в этом участие, и мы вот нашей командой включились, и дело в том, что организатором этого Дня Йоги у нас в Самаре было, соответственно, посольство Индии, управление Министерством физической культуры, и вот, собственно, мы. Все вместе, плюс все поддержавшие нас там йога-студии, партнеры и так далее, мы сделали вот этот День Йоги. То есть это было все так серьезно, это не просто, опять же, так, да, если с поддержкой? Ну, это грандиозное событие, и только самое начало, и только первый раз. Дальше будет еще серьезнее. 21 июня, я так правильно понимаю? Да, это приручили к Дню летнего солнцестояния. Ну, слушайте, у нас есть, если я не ошибаюсь, парочку фотографий, где мы, собственно говоря, можем увидеть размах этого события. Я лично была шокирована, сколько людей пришло. Даже не парочка фотографий. Ну, это пока ожидается, да, может как-то прокомментировать. Да, в ожидании. Ожидание всех пришедших. Ожидание начала мероприятия. Скажите, пожалуйста, все-таки приняли участие в Дне Йоги те люди, которые уже с йогой на «ты», либо которые захотели просто познакомиться? Очень по-разному. Вообще, на самом деле, само вот мероприятие, оно прошло очень быстро, даже, можно сказать, аврально. Потому что это вот, кстати, сейчас буквально за день согласовали к нам приезд первого секретаря посольства Индии. И то, когда узнали, что в Самаре собирается несколько сотен человек. Лариса вела практику на подиум перед группой. Вот. А тренера, в том числе, вот Оля, ассистировали. У нас где-то порядка 10 тренеров были в группе, контролировали травмобезопасно всего происходящее. Потому что часть людей, они, соответственно, уже были опытные практики. Вот, например, Олег. А часть людей, ну, кто-то вот только пришел познакомиться. Так что было 50-50. Соответственно, люди были никогда не занимавшиеся, и нам нужно было полностью контролировать процесс, чтобы все прошло хорошо и нормально, что, собственно, и случилось. Поэтому вот наши тренера всячески следили за тем, чтобы люди все сделали правильно. Плюс комплекс, который мы давали, он был согласован с посольством. То есть индусы рекомендовали этот комплекс, мы его не сильно меняли. Вот. Он достаточно простой, такой, общетерапевтический. И вот наша команда, сейчас мы ее видим, организаторов. В центре господин Махендру. Да, это как раз тот самый представитель, который поздравлял самарцев с этим днем. То есть должен сказать, что как бы не во всех городах посольство выделило своих представителей для того, чтобы лично поздравить людей с этим днем. В Самаре, да. Ну, почему? Потому что буквально за 7-8 дней до начала мероприятия, то есть ко мне обратились, сказали, Станислав, вот нужно делать день йоги. Давайте-ка быстренько его сделаем. Ну, мы нашей командой включились и сделали. 7 дней, это очень мало для такого мероприятия. Пусть это действительно очень мало, я же прям удивлена. 7 дней. Потому что в других городах готовили заранее, вот. А как-то вот так вот случилось, что эта инициатива от посольства к нам пришла некоторым запозданием. Но, тем не менее, вот тоже министерство спорта отработало замечательно, выделило нам площадку очень быстро, поддержало всячески. Не могу как бы не поблагодарить Сергея Олеговича Попова, консультанта управления физической культуры, который очень хорошо, оперативно, качественно и четко поддерживал в этом отношении. Вот. Ну и, соответственно, посольство, которое тоже на, скажем так, все мои предложения реагировало очень хорошо. Дело в том, что посольство, оно готовило подарки, ну, там, например, для каждого города, там, 100 ковриков и маечек в Ниа-Йоге. Вот. Мы буквально 100 человек записалось у нас в первый день начала набора, вот, поэтому я достаточно быстренько согласовал нам еще подарков. Вот. И я думаю, на площади было где-то человек 250-300, а кто не уместился, сидели на трибунах, потому что... По крайней мере, просто смотрели, наблюдали, либо тоже что-то делали. Да, да, да. Ну, кто-то что-то делал, пускай даже там без инвентаря, кто-то просто смотрел, наблюдал, поддерживал. То, что само по себе мероприятие, оно проходило на футбольном поле, которое, ну, которое, собственно, выделили Управление физической культуры, оно располагалось на площади Куйбышево. То есть у него там достаточно ограниченная площадь была, ну, вот, как раз где-то 250-300 человек, которые, собственно, было заполнено. Вот. Но, тем не менее, собравшихся было больше, плюс многие студии по городу, которые также активно влились, поддержали, да, 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 они устроили для занимающихся, ну, такой день открытых дверей. И люди после вот этого основного знаменательного события, они, соответственно, могли переместиться. Кто-то делал фестиваль в Струковском парке, кто-то делал какие-то мероприятия, мастер-классы и прочее в своих залах. И вот, соответственно, люди потом уже пошли заниматься. Что ж, не хочу обратиться к зрителям нашего телеканала. Телеканал «Самаргиса» газета «Вабанк» проводит конкурс, напоминаем мы вам. Приз, между прочим, путевка в круиз. Если вы еще не были в отпуск, если вы хотите куда-нибудь отправиться, то почему бы и нет не поучаствовать в этом замечательном конкурсе. Что необходимо? Необходимо, собственно говоря, сделать летние фотографии, держа в руках газету «Вабанк», быть может, на заднем фоне. Ну и выложить в группе ВКонтакте подробности на сайте «Самарагиса» и в газете «Вабанк». Участвуйте, быть может, именно вы станете тем самым счастливчиком. Что ж, событие действительно интересное. Не побоюсь этого слова даже грандиозное, потому что очень много людей делали единовременно что-то. Это уже, можно сказать, плюс. Это уже, можно сказать, что действительно какой-то праздник. Есть у нас небольшой опрос, спрашивали жители нашего города, историческим событием. Свидетелем какого исторического события они хотели бы стать, посмотреть, увидеть. Кстати, никогда не приходил такой вопрос к вам на ум. Что бы хотели бы увидеть, если заглянуть в историю? Свидетелем какого исторического события? Не знаю, даже сложно сказать. Наверное, какую-то масштабную, может быть, стройку века. Стройку века. Когда строили там египетские пирамиды, например. Что-то циклопическое. Есть у вас что-нибудь такое, что на ум приходит? Представляете, какими вопросами терзаем наших жителей города? Выходим на улицы и задаем им вопросы такие. Им нужно вот так вот сразу ответить. Им нужно, конечно, ответить. Есть что-нибудь такое? Я думаю, в формате близ вопросов, близ ответов это хорошо. Это легче. Если честно, у нас как-то такая... Мы на югу настроились. Ну что же, хорошо, ладно, не буду вас мучить этим вопросом. Давайте посмотрим, какие же интересные ответы нам дали жители нашего города. Здесь, в Самаре, хотел бы встретить в свое время Ленина, допустим, на набережной. А еще что? А любимое историческое время, где бы вы хотели оказаться? Ой, 19 век. Какая-нибудь усадьба в сельской местности. Прудик. И я помещик. Сижу в теньке. Ну, как Иван Иванович Сеон Никифорович. Только не ругаться. Историческое событие. Мне бы хотелось, чтобы в храм ходило не 3% населения, а 93%. И тогда мы будем жить по молитвам всех, по покаянию всех. Будем жить совсем по-другому. Наверное, начало первой мировой войны. Почему? Потому что я очень люблю Серебряный век. С Кутузовым, скорее всего, я хотел познакомиться с ним. Спросить, как у него дела. Спросить, как у него в голове вообще появились такие грандиозные планы. Ну, в войне можно было бы там поучаствовать. Какой? Не знаю. Наверное, восстановление войны какого-нибудь года, например, 45-го, может быть. Почему? Почему? Ну, как бы увидеть все, чтобы пронесли наши предки, что они терпели, какие жертвы они несли. Мне было бы это интересно. А может быть, есть какой-нибудь выдающийся действенный, с которым ты хотела бы познакомиться? Жуковский. Не знаю почему, но мне хочется с ним познакомиться. Только не войну, только не революцию. Этого точно не хотела бы стать свидетелем. А может, есть какой-нибудь исторический персонаж, с которым вы хотели бы познакомиться? Ну, Петр Первый. Очень хотела бы познакомиться с ним. Даже не знаю, я бы хотела познакомиться со Станиславским. Потрясающий человек, просто мой кумир. Так как я поступила на факультет актрисы Драматического театра кино. Просто потрясающий человек, создатель системы Станиславского. Ну, я не знаю. Ну, это, конечно, невозможно, но я бы поучилась у него. Что ж, универсальный формат в эфире. Я рада, что вы нас смотрите. И сегодня говорим о йоге, о йоге в Самаре. И вообще, одни йоги, как прошел у нас, чем запомнилось. Вот как раз хочу спросить у Ларисы. Ларис, ну, как вам вообще это событие? Запомнилось ли? Либо какие-то были свои какие-то моменты, которые отметили, поняли, что на следующий день, на следующий раз надо что-нибудь делать по-другому, поиначе? Ну, событие прошло очень позитивно, несмотря на то, что это было первый раз, это было в режиме пробы. Но на самом деле все получилось очень хорошо и слаженно, позитивно. Много народу собралось на это мероприятие. Я была очень рада тому, что мне предоставилась возможность вести практику йоги, которую нам по программе предоставила Индия. Слушай, ну, 250 человек. Да, народу очень много, но любое количество, но относительно. И я, конечно, чувствовала большую ответственность перед собой, перед этими людьми. И старалась, естественно, сделать максимально от себя возможность, чтобы им было понятно, каким образом выполняется та или иная асана, то или иное положение, которое как раз используется в хатха-йоге Станислав. Он комментировал и тоже людям помогал сориентироваться и понять для тех, кто, естественно, новички. Это было особенно актуально, каким образом нужно выполнять практику йоги. Много было занимающихся, которые уже практикуют. Это было видно. На поле были люди, которые уже знакомы с практикой. И они тоже с удовольствием влились в наше мероприятие, все занимались. Было прекрасное солнечное утро. Все с удовольствием занимались. Это было, ну, такое действительно очень приятное мероприятие. Хорошее вспоминание лета. Хороший такой день. Да, все загорали, все занимались, все были позитивные, счастливые. Александр, ну, такой риторический вопрос. Если за столь короткий срок собралось так много людей, чтобы как-то отметить день рождения, не день рождения, а просто день йоги, этот праздник, да? Международный. Международный день йоги. Неужели в Самаре так любят йогу? Ну, вообще да. Вообще да. Ну, судя по тому, что столько человек пришло за 7 дней, мы их собирали, за это количество дней, за такой срок, да, пришло такое количество людей, да, это, собственно, об этом говорит. При этом, ну, у нас же, как по Волску, как в деми-йоге, мы также занимаемся, не только обучаем, да, йоги, мы также еще делаем, обучаем тренеров, чтобы они обучали йогой йоги. То есть, есть большое количество тренеров, соответственно, есть еще большее количество людей, которым интересна йога. То есть, такое дерево разрастания, да? Деометрическая прогрессия, действительно. Да. Ну, и хочется спросить мне у Ольги, как у нашей гости, как вам запомнилось, чем запомнилось? Ну, на этом событии я занималась контролем за безопасностью, занимающейся. Все прошло безопасно, все прошло без каких-то инцидентов? Конечно, прежде всего безопасность. У нас там было порядка 10, соответственно, у каждого был свой блок, мы следили, и все прошло успешно, никто не поломался. Ну, это самое главное, значит, проконтролировала, все хорошо, плюсик в работе. Да, и плюс очень приятно было наблюдать то, что очень много опытных практиков. Вот, как уже сказала Лариса, действительно, уже все четко отстраиваются и помогают своим соседям. Да, было ощущение общности с ней, действительно, когда там на коврике, многие же занимались еще и тренера, пришли поддержать нас, кто-то уже там опытные практики, и вот когда на коврике там рядом находится абсолютный новичок, а там, ну, ассистент-тренер, он где-то далеко находится, действительно, кто-то там просто помогал, подсказывал. Несмотря на то, что практика была достаточно простой, мы ее чуточку сократили, потому что был достаточно жаркий день, и чтобы все прошло именно вот так позитивно, поэтому решили основную практику немножко не затягивать и больше перевести его в упражнение там на дыхание, на релаксацию. И, соответственно, именно поэтому у людей, ну, такое положительное ощущение после этого осталось. Вот, собственно, такой вот командой мы сработали, все достаточно хорошо проконтролировали, и поэтому, я думаю, все и прошло без каких-либо эксцессов. Слушайте, ну, такое большое мероприятие позади, за плечами. Поволжская Академия Юги, кроме, опять же, мероприятия, да, каких-то интересных, кроме подготовки новых мастеров и тренеров, чем еще занимается? Я так понимаю, что это мастер-классы, да, правильно? Здесь вопрос в чем? Мы, как бы, в сфере йоги сейчас, на самом деле, без поддержки, без поддержки от государства, без поддержки от какого-то там частного финансирования и так далее. Вот этот вот день йоги, он на самом деле очень знаковый. Он сейчас как раз продемонстрировал определенную стыковку. Насколько, насколько все-таки интересно. Да, насколько стало, скажем так, внезапно интересно. Вот, можно сказать, что это некое такое объединение энтузиастов, которые на протяжении длительного времени занимаются, преподают йогу и хотят каким-то образом в нее погрузиться, развить и так далее. Поэтому, на самом деле, мы сотрудничаем со всеми практически значимыми людьми по России, которые занимаются тоже развитием методики и практики йоги. То есть мы открыты для обмена опытом, приглашаем специалистов из других городов, сами проводим наши семинары в других городах. То есть наша основная миссия – это создать некое пространство, возможность, команду для развития, развития методики, практики йоги для обмена опытом с практиками. То есть сейчас мы это как бы несем на себе. Вполне возможно, через какое-то время нам начнут помогать какие-то там государственные институты и так далее. Уже какой-то опыт был такой. То есть я в течение какого-то времени преподавал в Российском государственном университете физической культуры практику методики йоги. Вот. И вот в этом отношении наша академия, она является обществом людей, которые направлены на развитие, накопление и распространение методики и практики йоги. Именно как науки о качестве жизни человека. Слушайте, ну, в общем, не просто занимаетесь, я имею в виду, йогой, но еще как-то пытаетесь ее… Не могу сказать, что двигать в массу, но все равно такое взаимо… Да, тут вопрос, наверное, не о двигании в массу, потому что, вот, наверное, вот это вот мероприятие, оно, да, было такое… Продвигает. Продвигающее, да. Здесь, скорее, больше вопрос именно о собирании методики. Потому что если, например, в отношении какого-нибудь, ну, я не знаю, любого другого метода, если мы говорим про физическую культуру, например, да, уходя, например, от психологических дисциплин, то есть вполне конкретные, там, правила, нормы, там, инструкции и так далее, как, что нужно делать. Это развивается. В йоге такого пока нету. Вот это во многом движется сейчас усилием энтузиастов, которые вот объединяются в сообщество для того, чтобы сделать свою практику еще лучше, еще качественней, вот, для того, чтобы выработать какие-то внутренние стандарты качества преподавания йоги. Вот, и у нас достаточно неплохо получается, потому что если говорить, например, о том, что мы делаем и как, мы в первую очередь ставим травм безопасности. То есть, когда мы занимаемся любой практикой, мы действуем, исходя из принципа «не навреди». Любая нагрузка, будь то физическая, будь то психическая, которую человек принимает, она должна очень четко контролироваться и дозироваться. Наша задача сделать это все максимально корректно и правильно. Слушайте, ну, давайте теперь рушить стереотипы. Как я вначале сказала, то, что многие, да, знакомы с такой практикой, как йога, многие еще просто воспринимают это как физкультуру и так далее. Вот, стереотип, опять который, не буду кривить душой, да, перед эфиром, собственно говоря, вам сказала, что лично я считаю, что йога это скучно, что это, ну, действительно, это какая-то такая статика, это никакой именно эмоции, да, энергия-то она есть наверняка, ясное дело в йоге, никаких эмоций. Правда это? Либо, давайте переубеждайте меня. А вы занимались йогой? Нет, не занималась йогой. То есть ни разу не пробовали? Если только в качестве физкультуры, опять же, в фитнес-центре. А, то есть в фитнес-центр сходили, а у вас сложилось такое впечатление о йоге. Попробуйте в студии йоги, формат студии йоги у него немножко другой, просто как, такой вам совет, если хотите с этим поближе познакомиться. Действительно, есть очень большая разница между просто комплексом упражнений, которые обычно дают тренера фитнеса стандартным, и тем подходом, которым дает профессиональный йога-тичер. Дело в том, что метод преподавания йоги, он очень сильно отличается от привычного спортивного построения и тренировки. И любой тренер йоги, который сложился, а сложивший тренер, это обычно где-то после 3-5 лет регулярного преподавания, он там заскучать никому не даст. Вот, и на самом деле эмоциональное взаимодействие с группой, оно очень плотное, и упражнения тоже могут быть очень разные, не только статические. Вопрос просто заключается в том, что на йогу приходят не для того, чтобы развлечься, а для того, чтобы получить какие-то определенные, ну, например, увеличить уровень энергии, или тоже эмоциональные чувствительности и так далее. Снять стресс, снять стресс. Тут еще вопрос в том, еще, смотря к кому пойти на йогу, потому что я помню, как-то пару лет назад, три, наверное, года назад я сходил на йогу, второй раз мне не захотелось. Тебе хотели постоять на голову? Я не знаю, что там хотели. Я почему-то оказался по уровню, по уровню физической подготовки, ну, я тоже первый раз на йогу сходил, и по уровню физической подготовки я оказался выше других, и что-то мне как-то, ну, ерундовски. Ну, реально, не скучно, да, и все такое. Вот, а с другой стороны, когда я был на занятиях у Станислава, совсем прям другое, совсем другие ощущения, совсем качество преподавания, качество введения самого занятия совсем другое, и, соответственно, другое отношение, другие эмоции, другие... Другой результат. Потому что йога же это инструмент. Бессилее, кстати. Йога это инструмент, соответственно, как им пользоваться, можно по-разному. Хорошо. Для девушек, ну, и, собственно говоря, для молодых людей вопрос волнующий. Помогает ли йога похудеть? Либо это не ее цель? Ух, это прям такой вопрос, который задают очень часто. Это не ее цель. Но в йоге есть инструменты, которые могут этому способствовать. Просто для того, чтобы похудеть, есть много других, более эффективных инструментов. Ну, то есть там молотком нужно забивать гвоздь, ножом там нужно что-то отрезать. Но в йоге есть ряд упражнений, которые помогают справиться с пищевой зависимостью и помочь людям определенного типа конституции. То есть, скажем так, если правильно заниматься практикой йоги, вместе, например, там с кардионагрузкой и контрольным питанием, можно раза в два, в три быстро улучшить этот процесс. Но для кого-то йоги может быть недостаточно. То есть, опять же, йога – это, скажем так, внутреннее, да, что-то? То есть это не просто… Это система, которая позволяет улучшить внутренний гомеостаз, то есть саму регуляцию организма. Как следствие, саму регуляция организма естественным образом с помощью йоги налаживается, и как следствие, все процессы, если был лишний вес, то он имеет возможность, организм от него избавится. Да, абсолютно верно, Лариса сказала. Просто есть очень важный момент, что в йоге учитывается такое понятие, как даша-человек. То есть, если человек от природы, он склонен к небольшому личному весу, но хочет быть прям худеньким, как тростинка, йога никогда не поможет, потому что вот подобное похудение человеку будет вредно для здоровья. А йога, она всегда настраивает человека на, ну, такое понятие, как здоровье, то есть более гармоничное существование с собой и с окружающими. В таком случае этот человек, извините, он просто после занятия йоги примет себя таким, какой он есть, и захочет остаться вот таким вот немножко полненьким. И будет рад именно этому, и поймет, что он и есть, это его истинная. Собственно говоря, это истина, то, что полюби себя, да, и тебя будут, собственно говоря, любить окружающие, это, в этом есть правда. Правда, познает себя именно таким, какой он и есть, полюбит свое тело таким, оно будет его слушаться, он будет чувствовать свое тело в результате практики йоги, и как следствие с ним более эффективно взаимодействовать и любить. Знаете ли вы, что православие не принимает йогу именно, не просто как физкультуру, да, а йогу именно вот со всем тягчающими ее последствиями, скажем так, оно не принимает. Почему? Правда это то, что это другая философия, или это даже другая вера? Я думаю, потому что у нас сейчас, у православия вообще, в принципе, есть проблемы с принятием чего бы то нового, вот, если, ну, как бы, так, вкратце по об этом вопросе. Но, а если мы рассматриваем, например, йогу как именно духовную традицию, то надо очень четко понимать, что связь духовности, какой-то религиозности какой-то и йоги, она характерна для инди, для индусов. Почему? Потому что у них духовно все. То есть индусы, они, в принципе, крайне духовные люди, и для них религиозностью пронизана вся жизнь. Соответственно, когда какой-либо практика, с другой стороны, приезжает к какому-то учителю йоги, не бывает у них там учитель йоги нерелигиозного человека. И когда он занимается практикой, он увидит, что этот учитель йоги, он еще и там проводит какие-то, может быть, религиозные мероприятия. И зачастую, абсолютно несознательно, начинают эти два понятия смешивать. Причем абсолютно, ну, как вам сказать, неправильно, неграмотно. И после этого очень часто вот эту вот смесь, он уже приводит на запад. И после этого начинаются вопросы зачастую. А почему вы там какое-то там перед занятием мантру Ом произносите или какое-то что-то более сложное? С точки зрения технической, ну, это абсолютно не нужно. Но человек это прицепил как вирус, грубо говоря, религиозный вирус. И тогда это, конечно же, может отвращать людей каких-либо религиозных традиций. Но только потому, что данная конкретная практика, получается, в Индии не сумел сепарировать данную практику от той религиозной традиции. То есть он, грубо говоря, христианин, например, да, приехал в Индию, позанимался йогой и стал немножко индуистом. Такой, переобратился, возвращается такой, его уже не понимают. Но это просто связано с особенностью, скажем так, того же садиды, в которой йога активно развивалась. Вот, соответственно, вот это вот противопоставление, если мы говорим про православие, я думаю, оно связано просто с каким-то таким негативным отношением православия к другим каким-то конфессиональным моментам. Ну, это мое личное мнение. Вот, но рассматривая йогу просто как практику, мы от этого вопроса отходим сразу, окончательно и без поворота. И я бы хотела с этим еще поделиться, как бы, своей информацией, как у меня есть по этому поводу. Дело в том, что у меня сестра, она находится глубоко в православии. То есть она погружена, и, соответственно, ее интересовал вопрос йоги, потому что она сама ее практикует, практиковала. И у нее есть духовный учитель, которому она, соответственно, задала вопрос, как можно ли практиковать йогу в рамках православия. На что он ей ответил, что я лично видел, как йога подняла, ну, там, какого-то его знакомого буквально там с болезни, подняла на ноги. И, соответственно, он говорит, я никак не могу быть против, как бы, вот этого вида физической активности. Поэтому он ей отвечает, что если ты будешь заниматься йогой, но не углубляясь в философию, то, конечно же, это будет ничего плохого. Ну, как я опять же сказала, да, противоречить. Что именно, как бы, если йогу брать в физическую, да, сторону, скажем так, этого вопроса, то да. А если именно... Я хочу понять, что мы не можем взять от йоги только физическую сторону, потому что йога – это психофизическая практика. Мы, занимаясь теми или иными физическими упражнениями, очень сильно воздействуем на наши регуляторные системы, и тем самым меняется наше эмоциональное состояние. То есть йога – это не физическая, это психофизическая практика. Важно просто разделять ее от какого-либо религиозного, скажем так, компонента, потому что он может как стыковаться, так и не стыковаться. То есть практически в любой религиозной традиции методика и практика йоги может быть использована для достижения верующими тех или иных экстатических состояний. А может и не использована. Кого, как сказал? Ну, как есть. Ладно, я... Уж извините меня, что такие вопросы вам задаю, которые немножечко островаты, но я думаю, что... Это разве островато. Хорошо, но я думаю, наши телезрители все равно так или иначе интересны. Я почему-то предвидела, что такой вопрос будет. Предвидели? Да. Хорошо. Что ж, есть у нас еще один небольшой опрос, чтобы мы как-то смогли с вами немножко перевести дух. Есть ли дружба между мужчиной и женщиной? Вот такой вот интересный, кайверзный тоже вопрос задали мы нашим жителям города, кстати. Да и нет? Кто? По моим наблюдениям. Нет. Нет. Почему нет? Ага, потому что это не дружба. Но понимаешь, есть разные... Понятия дружбы, опять же. Да не то, что понять дружбы, ну, по крайней мере, в случае, да, когда мужчина и женщина дружат, когда они, например, друг к другу... Подожди, ты имеешь в виду, не могут дружить, почему? Потому что у них там сексуальная близость или еще что-то. Да, потому что мужчина и женщина, у них там в результате взаимодействия возникают какие-то гормональные изменения внутри организма. Но как следствие дружбы, она носит некий оттенок все равно сексуальности. А если они друг к другу вообще не родные, не симпатичные? То они не могут дружить. Когда у них не будет смысл отчасти. Окей, другой вариант. Смысл отчасти. Как так? Вот так вот. Подожди, а если по работе... А если по работе, то это не дружба, то это спорение. А если это брат и сестра, например? Ну, это тогда родственники. Ну, они смогут дружить. Я люблю такие эфиры, я люблю, когда можно поспорить, и спасибо вам, что вы... Вы меня еще не выслушали. Да, давайте, я хочу вам сказать. Я с точки зрения физиологии могу рассказать. Действительно, между мужчиной и женщиной на биологическом уровне всегда возникает влечение. За это отвечают наши, ну, скажем так, биологические особенности. Запах феромона и так далее и тому подобное. Бывают биологические виды друг к другу более привлекательные, менее привлекательные. То есть мужчина к женщине, например, просто вместе работают, в любом случае будет симпатия, вот какое-то притяжение. На самом деле, в некоторых случаях подобная дружба, она может привести, наоборот, к хорошему какому-то результату в работе, например. В некоторых случаях, наоборот, к плохому. Важно просто понимать, что мы, кроме нашей сознательного, обладаем еще определенным объемом наших биологических качеств, как биологические организмы. И вот эти наши биологические качества, они зачастую определяют какие-то структуры нашего поведения. Поэтому, собственно, Лариса и говорит, что нет, невозможно, потому что, ну, она как женщина более эмоционально чувствует это постоянно. А Саша говорит, нет, можно, потому что он более рационален и так или иначе это понятие разделяет. На самом деле, я считаю, все достаточно по-разному, в разных случаях может быть. Вот, и опять же, надо понимать, что результатом дружбы всегда является какое-то либо сотрудничество, то есть получение какой-то взаимной выгоды, на самом деле, между двумя людьми. Соответственно, выгодом она может быть разной, как эмоциональная, так какая-то рациональная, ну, и какая-либо другая. Поэтому вопрос, на самом деле, очень интересный, может, прям отдельную передачу про него сделать. Да, Ольга, не отмолчь, здесь буквально три секундочки ваше мнение. Я согласна с Ларисой. Ага, вот так вот женский лагерь у нас и мужской лагерь разделился. Что, пусть нас рассудят... Девушки имеют в виду то, что если мы вдруг с ними будем дружить, то дружба не получится. Пусть нас рассудят зрители. Уже сразу дали понять. Пусть рассудят нас, жители нашего города. Итак, есть ли дружба между мужчиной и женщиной? Сейчас узнаем. Да, да, конечно. Конечно, между мужчиной и женщиной может быть дружба, и очень крепкая дружба, долгая. Верю. А есть пример у вас? Есть. Личный мой пример есть. Дружим. Просто общаемся, гости друг к другу ходим. Семьями общаемся. А сколько всего дружите? Ну, долгая. Уж лет 10, наверное. Возможно. А были такие у вас примеры? У меня есть подруга очень хорошая, до сих пор дружна. Ничего, нормально. А супруга не ревнует? Ревнует. Куда без этого? Нет, не верю. Рано или поздно все равно это во что-то больше перетечет с какой-то из одной стороны. Кто-то всегда хочет большего. Я вообще-то верю, но теоретически. А так у меня не было такой дружбы. Я с мужем живу уже 40 лет. Ну, тут спорный вопрос. Да, есть у меня вроде как друзья-мужчины, но согласна большинством, на умение, что рано или поздно это перетечет в какие-то отношения, либо в какую-то независимость. А кто-то кому-то нравится с одной стороны. Так что, скорее, нет. Ну, мне кажется, все зависит от человека, потому что если он захочет поставить какое-то ограничение между собой и другим человеком и не заходить через него, то тогда дружбу получите, потому что дружба всегда какие-то ограничения в чем-то. Ну, как и любовь, собственно, потому что любовь тоже имеет ограничения. Ну, вот, собственно, все, на мой взгляд, зависит именно от человека. Да, наверное, верю. Почему? Не знаю, почему. Но не верить тоже глупо. Всякий бывает. А у самого есть друг, девушка? Есть. Одноклассница. Дружим со школой, не знаю. Что ж, напоминаю вам, что вы смотрите программу «Универсальный формат». По-прежнему вы на телеканале «Самара ГИС». Не выключайте нас, не переключайте, потому что сегодня ведем интересные разговоры о йоге, ну и вообще о философии, потому что просто сказать, что мы сегодня разговариваем о йоге, это невозможно. Действительно, была нотка философии, и о том поговорили, о том поговорили. Вот, ну а сейчас хочется узнать все-таки поподробнее о мастер-классах, которые предлагает Павловская Академия Йоги. Я так понимаю, что это и мастер-классы, и какие-то семинары, и так далее, правильно? Семинары, тренинги, мастер-классы, обучающие циклы, все, что связано так или иначе с качеством жизни человека. Слушай, я потому что сразу скажу, что я заходила, когда к вам на сайт посмотрела, там мастер-классы, которые, казалось бы, изначально и не связаны с йогой, к примеру, о питании и так далее. Ну, ничего подобного. Дело в том, что эта йога, она уникальна тем, что это целостный подход. То есть мы не просто приходим на коврик, позанимались, выполнили определенный набор упражнений, что-то узнали, ушли и забыли. Йогическая практика – это то, что через какое-то время начинает сопровождать нас в течение дня. То есть, грубо говоря, человек узнает о том, как устроен его организм. То есть у нас, например, есть ряд мастеров, которые приезжают из других городов, которые рассказывают о том, как правильно научиться пользоваться своими физиологическими функциями. Ну, например, у нас там есть семена Ренада Минвалеева, анатомия физиологии йоги о том, как нужно, скажем так, знать, понимать свой организм для того, чтобы правильно удовлетворять его потребности. То есть, например, зная о своем позвоночнике, вы не будете там, грубо говоря, сидеть как не попыли. Вы знаете, как правильно сесть на стул, вытянуть себя за макушку, подтянуть мышцы живота для того, чтобы он у вас меньше уставал. Вы будете знать о том, как лучше уснуть, как лучше проснуться, как восстановиться, как правильно пить, как правильно есть. То есть вся жизнь, она, на самом деле, может быть подвергнута регуляции для улучшения качества жизни. Из ближайшего что планируется? А вот семинар по шпагатам у нас будет. Давайте нам расскажут, Оля. Да, мы готовим очень интересный семинар по шпагатам, который подходит и для начинающих, и для опытных, потому что у нас будет основ с безопасного первого вхождения шпагат, и как в кратчайшие сроки все-таки сесть в шпагат. Да, причем, на самом деле, у нас все такие мастер-классы, они на тренерском уровне. То есть всегда перед тем, как мы даем комплексы, у нас есть обязательно небольшой методический блок о том, как это делать самому. То есть мы всегда, проводя мастер-классы, отдаем людям в самостоятельную практику определенный объем материалов и знаний для того, чтобы они это в своей жизни могли использовать. Поэтому тренера, которые приходят на эти мастер-классы, они получают эту информацию на своих группах потом. То есть приходят, на самом деле, совсем не только тренера йоги, приходят тренера единоборств, танцев, спорта, фитнеса. На тренерские курсы по йоге очень часто приходят психологи для того, чтобы расширить свой инструментарий. Вот, кстати, что самое удивительное, мы сделали анализ по данному мастер-классу по шпагатам. И большинство людей, на самом деле, которые туда идут, они идут не для того, чтобы самим сесть в шпагат. Чтобы потом научить. Чтобы научить, да, это тренера, это тренера йоги, тренера фитнеса, тренера танцев, езденоборств и так далее. И те люди, у которых, чья профессиональная деятельность связана со шпагатами. С необходимостью его иметь. Да, или учить кого бы то ни было. Ну, то есть, это те, кто танцоры профессиональные, на пилоне, кто выспает, ну и так далее. Хотя, на самом деле, такое, вроде бы, упражнение, кто-то о нем, например, мечтает. Я там всю жизнь хотел сесть в шпагат. На самом деле, это упражнение связано с качеством жизни. Потому что растяжка больших мышц ног, она, на самом деле, очень положительно влияет на микроциркуляцию области малого таза. И вот такое вот упражнение, которое, вроде бы, кажется гимнастическое, на самом деле, в принципе, полезно делать всем. Как ни странно. Потому что влияет на качество жизни. Да, конечно же. А если, наоборот, качество жизни, хорошее качество, и возможно ли, что человек садится на шпагаты, то что он счастлив, потому что все хорошо живет. А, кстати, зачастую люди более эмоционально, скажем так, открытые, более принимающиеся, и у них как раз проблем с растягиванием меньше. А люди эмоционально закрыты больше. Мне понравился ваш ответ, потому что я умею садиться на все шпагаты, и я буду считать, потому что, наверное, оттого, что я счастливый человек. Спасибо большое, что были сегодня у нас в эфире. Вам желаю здоровья, хотя не знаю, актуально ли вам это желать. Потому что, мне кажется, вы сами можете добиться. Правильно? Что ж, спасибо большое. Ну и спасибо, что заставили меня пересмотреть, на самом деле, свое мнение по отношению к йоге. Хорошо. Я обязательно приду и попробую. Обязательно приду и попробую. Обещаю перед всей Самарской области. Спасибо вам большое. Вы смотрели «Универсальный формат». Пока-пока. Счастливо, друзья. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...